Один из географов Лорки писал, что в 20-х годах, в прошлом столетии, Испания буквально ждала Лорку. Ну так вот, и Россия, она в 20-х годах, в прошлом столетии, тоже ждала Лорку. В 1926 году появилось, было напечатано стихотворение Михаила Светлого Гренада. И вот, когда появилось это стихотворение, в то же самое время поэт из далекой Гранады сочинял свои романсы, которые через пару лет составили одну из лучших его, лучшую его поэтическую книгу «Целянская романсия». Россия тогда еще ничего не знала. Так, что же за личность была Федерика Карсилова? Мы знаем, что это великий поэт и драматург. Кроме того, он еще был выдающимся режиссером, художником, здесь некоторые его рисунки нарисованы, эссеистом, музыкантом. А также он был легендарным, потому что записью не осталось, исполнителем стихотворений, в основном своих читал стихи, но не только, наверное, и песен, исполнителем цыганских, ну, испанских песен. Вот. И, ну, я, когда стал готовить эту программу и углубился в Лорке, я понял, что существует невидимая какая-то связь между русской и испанской поэзией. Вот. И о Лорке, да? Почти все его биографы, ну, друзья, которые оставили воспоминания, сходятся в одном, практически все, что он сам, как личность, был значительно ярче, больше, оставлялся большее впечатление, чем все его творения. А это гениальные творения, да? Представляете, какова яркость личности. И вот поэт Хорхе Гильен пишет. Это знает каждый, то есть в данном случае буквально весь мир. Федерико Гарсио Лорка был созданием необыкновенного. Создание здесь означает больше, чем человек. Ведь Федерико давал нам возможность соперекоснуться с творчеством. Более всего он походил на родник. Даже мощь, свежесть и первозданная, но в то же время сотворяемая на глазах прозрачность. Самого поэта, а не только его поэзию, окружал орел. От самого поэта исходил свет. Рядом с ним вы переставали ощущать жару или холод. Вы ощущали только одно – Федерико. Всякий миг его жизни осеняла благодать. Вот еще одно важнейшее понятие. Отсюда обаяние Федерико, перед которым нельзя было устоять. Он не прилагал усилий, чтобы понравиться. Человек необычный, Федерико считал себя самым обыкновенным. И всегда был настолько естественным, что это казалось божьим даром. Главное Федерико был он сам. Ну что ж, мы еще как бы не начали программу. А вот слова поэта Рафаэля Альберти, тоже друга Лорки. Федерико рисовал, как дети в том гениальном возрасте, когда они, стремясь сделать хорошо, наталкиваются на благословенную преграду, и у них получается неповторимое чудесное плохо. Ну вот эти рисунки вы потом рассмотрите. Ни одно создание испанской поэзии 20-х годов не снискало такого огромного и прочного успеха, как цыганская романсера. Популярность пришла к сборнику еще задолго до того, как он появился в печати. Секрет его обаяния крылся в удивительном сплаве прозрачности и ощущении драматической тайны, пронизывающего многие романсы Федерико. Когда Лорка представлял свою программу, то он перемежал чтение стихотворений с рассказами о героях стихотворений, о основных темах, образах книги. Он читал стихи и из других своих более ранних сборников и рассуждал об истоках испанской поэзии. И я, следуя подсказки великого поэта, тоже включил в программу стихи из других сборников, которые предшествовали цыганскому романсеру. И кроме того, вы услышите отрывки из статей и выступлений Лорки, которые, вы убедитесь в этом, звучат тоже как совершенные поэтические произведения. И вначале договоримся о терминологии. Что такое слово «романс» в Испании? Означает совсем не то, что в России. В России это такое салонное исполнение стихов под музыку. Даже не под музыку, а на написанную специальную музыку. А в Испании романс – это поэтическое произведение. Оно может быть эпического характера, героического. И к нему больше подходит название баллада или песнь. И в романсах часто описываются героические или исторические события, иногда истории любви. И эти романсы часто поются или исполняются под музыку. «Цыганская романсера» – это книга, составленная из таких романсов. И цыгане в Испании – это не то, что в России, которые кочевают по России. Это сельские жители, одна из национальностей, живущих на юге Испании, в Бандалузии. Лорко писал. Эта книга названа цыганской, хотя на самом деле это поэма о Бандалузии. Я назвал ее цыганской, потому что цыгане – это самое благородное и глубокое на моей родине. И это ее аристократия, хранители огня, крови и речи. В нашей программе не будет ни цыганщины, ни испанщины, а будет поэзия и музыка. Поэзия Лорки и некоторых русских поэтов, чьи стихи удивительным образом перебегаются с темами цыганского романсера. И музыка Алексея Даниленко. Представлю. Вы услышите сюиту для Альта и Велончели в трех частях. А также будет специально написанная музыка для романса об испанской жандармерии, которые сочинили Надежда Кузьмина и Алексей Даниленко. По ходу программы я буду рассказывать о том, о поэте, об обычае их Испании, о всем том, что поможет русскому читателю понять стихи испанского поэта. Итак... Субтитры создавал DimaTorzok Начинается плач гитары, Разбивается чаша утра, Начинается плач гитары, О, не жди от нее молчания, Не проси у нее молчания. Неустанно гитара плачет, Как вода по каналам плачет, Как ветра над снегами плачет, Не моли ее о молчании. Так плачет закат о рассвете, Так плачет стрела без цели, Так песок раскаленный плачет О прохладной красе камелей. Так прощается с жизнью птица Под угрозой змеиного жала. О, гитара, бедная жертва Пяти проворных кинжалов. КОНЕЦ На темене горном, На темене голом часовня, В жемчужные воды столетние Никнут маслины, Расходятся люди в плащах, А на башне вращается флюгер, Вращается денно, вращается ночно, Вращается вечно. О, где-то затерянное селенье В моей Андалузии слезной. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПРОБЫТЫЕ ВРЕМЕНИМ ЛАБИРИНТЫ Исчезли, пустыня осталась. Немолчное сердце, источник желаний, Иссякла, пустыня осталась. Закатное марево и поцелуи пропали, Пустыня осталась. Молкла, заглохла, остыла, Иссякла, исчезла. Пустыня осталась. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Прозвучавшие стихи были переведены Мариной Цветаевой. Гения русской поэзии, она перевела всего пять стихотворений. Интересно, что она переводила Лорку за несколько дней до смерти. Цветаева на семь лет старше Лорки, Но они и поэты одного поколения, И очень близки эмоционально и образно. И в соединении двух гениальных поэтов Возник удивительный камертон звучания Лорки по-русски. Стихи, которые вы услышали сейчас, Взяты из сборника, который Лорка назвал Поэма о Канте Хонде. Лорка был не только поэт, Но и исследователь народной поэзии, Народного творчества, Испанской поэзии. Вот как он определяет стиль Канте Хонде. Словами Канте Хонде Называют группу ангалузских песен, Из которых самый типичный, совершенный Является цыганская сегирия. Происхождение Канте Хонде Надо искать в древнейших музыкальных системах Индии. То есть в первых примерах песни вообще. Канте Хонде окрашен таинственным светом Первобытных эпох. Он близок к деревьям птиц, К пению петуха, К естественной музыке леса и родника. Это редчайший, самый древний в Европе Образец первобытных песен. Одно из чудес Канте Хонде, Не говоря уже о мелодиях, Это стихи. Все мы, нынешние поэты, Охаживая и подрезая Слишком уж разросшееся дерево Современной поэзии, Изумленно замираем Перед этими стихами. В них пульсируют бесконечные переливы Тоски и боли. И где бы ни слагались эти песни, В самом ли сердце гор, В апельсиновых рощах Севильи Или на нашем бегучем южном побережье, Подоплека у них одна – Любовь и смерть. В песне вечно решается Глубокая и душевная драма, Или вообще неразрешимая, Или разрешенная смертью, Которая сама есть, Тайна тайна. И далее у Лорки следует Неожиданный для русского слуха пассаж. Тайной остались для Ивана Тургенева Русские крестьяне, Плоть и кровь России. Тайной за семью печатями Остаются для меня Строки андалузских песен. Это не моя придумка. Лорка сам перебрасывает мостик Невидимой связи Между русской и испанской поэзией. Следующее стихотворение Называется «Поступ сигирии». Вот что писал Лорка. «Цыганская сигирия Начинается отчаянным воплем, Рассекающим надвое мир. Ни один андалузец Не может без содрогания Слышать этот крик. Но в одной испанской песне Нет такой поэтической мощи. И редко, крайне редко Человеческий дух творил С такой стихийностью». Бьется о срублые плечи Бабочек черная стая Белые змеи тумана След заметают И небо земное Над млечной землею. Идет она пленница ритма, Которой настичь невозможно С тоскою в серебряном сердце, С гинжалом в серебряных ножнах. Куда ты несешься, гирия, Огонь ее певчего тела, Какой-то ему не завещала Печаль, а леандров имела И небо земное Над млечной землею. Море смеется У края лагунной, Пенные зубы, Лазурные губы. Девушка с бронзовой грудью, Что ты глядишь с тоскою, Торгую водой, сеньор мой, Водой морскою, Вью мошестерной кровью, Что в ней шумит, не смолкая. Это вода, сеньор мой, Вода морская. Мать, отчего твои слезы Льются соленой рекою? Плачу водой, сеньор мой, Водой морскою. Сердце, скажи мне, сердце, Откуда горечь такая? Слишком горька, сеньор мой, Вода морская. А море смеется У края лагуны Бенные зубы, Лазурные губы. Танцует в севилье кармен, У стен голубых от мела, И жаркие зрачки у кармен, А волосы снежно-белые, Невесты, закройте ставни, Змея в волосах желтеет, И словно издали дальней, Танцуя, встает былое, И бредит любовью давней. Невесты, закройте ставни, Пустынны дворы севильи, И в их глубине вечерней Сердцам андалузским снятся Следы позабытых терней. Невесты, закройте ставни. Как только прозвучало имя кармен, В нашей поэтической памяти Возникает образ блоковской кармен. Блок значительно старше. Лорке было 16, Когда 33-летний Блок Написал свой цикл кармен. А как они созвучны, Какой мистической тайной Овеян у обоих образ Цыганской обольстительницы. Вот послушайте, Как это звучит у Блока. Гушует снежная весна, Я отвожу глаза от книги. О, страшный час, Когда она, читая по руке Цуниги, В глаза Хозе метнула взгляд. Насмешкой засветили сёчи, Блеснул зубов жемчужный ряд. И я забыл все дни, все ночи, И сердце захлестнуло кровь, Смывая память об отчизне. А голос пел, Ценою жизни ты мне заплатишь за любовь. Среди поклонников кармен, Спешащих пестрой толпою, Её зовущих за собою один, Как тень у серых стен Ночной таверны лила спастия. Молчит и суморочно глядит, Не ждёт, не требует участия. Когда же бубен зазвучит, И глухо зазвенят запястья, Он вспоминает дни весны. Он средь бушующих созвучий Глядит на стан ее певучий И видит творческие сны. Глядит на стан ее певучий Глядит на стан ее певучий СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА 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 СПОКОНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ 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 МУЗЫКА Сейчас прозвучит романс о неверной жене. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА говорит. Дальше в книге идет романс о неверной жене. Сюжетно это классическая андалузская история. Но сделан романс довольно изящно. Популярность его способна довести до отчаяния. Это наименее андалузский из моих романсов. Мне он кажется несколько примитивным и даже чувственным. Поэтому читать его я не буду. Но в отличие от Лорки, я допускаю, что кто-то из присутствующих не читал или забыл этот романс. И прежде чем вы его услышите, я хочу чтобы вам была понятна суть драмы. Мне она сначала тоже была непонятна. Есть древний цыганский обычай, который существовал еще во времена Лорки. Если молодой цыган уводит в ночь девицу, то он тем самым берет на себя и принимает решение, и берет обязанность на ней жениться. Романс о неверной жене. И в полночь на край долины увел я жену чужую, а думал, она невинна. Это было ночью Сантьяго, и словно сговору рады в округе огни погасли и замерцали цикады. Я сонных грудей коснулся последний проулок минув, и жарко они раскрылись кистями ночных жасминов, а юбки шуршат рахмалом в ушах у меня дрожали, как шелковые завесы, раскромсанные ножами. Простая в безлунный сумрак, ворочали деревья глухо, и дальним собачьим лаем за нами гналась округа. За голубой ежевикой у тростникового плеса я в белый песок впечатал ее смоляные косы. Я сдернул шелковый галстук, она наряд разбросала, я снял ремень с кобурою, она четыре корсажа, ее жасминная кожа светилась жемчугом теплым, нежнее лунного света, когда скользит он под стеклом, а бедра ее метались, как пойманные форели, то лунным холодом стыли, то белым огнем горели, и лучшей в мире дорогой до первой утренней птицы меня этой ночью мчала атласная кобылица. Тому, кто словет мужчиной, ни скромничать не пристала, и я повторять не стану слова, что она шептала в песчинках и поцелуях. Ушла она на рассвете, кинжалы треповых лилий вдогонку рубили ветер. Я вел себя так, как должно, цыган до последнего часа. Я дал ей ларец на память и больше не стал встречаться, запомнив обман той ночи у края речной долины. Она ведь была замужней, а мне клялась, что не видно. Прозвучавшее стихотворение, как и все последующие романсы из цыганского романсера, перевел удивительный и по-общему мнению лучший переводчик лорки Анатолий Гелесков. Ему мы обязаны тем, что можем почувствовать уникальность поэтического языка лорки и воспринимать его как живого человека, понятного сердцу русского читателя. В программу включены еще пять стихотворений в замечательных переводах Марка Самаева, Инны Таняновой и Натальей Ванханин. Рассказывая о цыганском романсера, Лорка объяснял, Эта книга «Алтарь Андалузии», овеянный римскими и палестинскими ветрами. Никакой цыганщины. Здесь нет ни Турадоров, ни Бубнов, а есть один единственный персонаж, перед которым наступается все, огромное и темное, как летнее небо. Это тоска, которой пропитаны и наша кровь, и древесные соки. «Алтарь Андалузская тоска» это борение разума и души с тайной, которая окружает их, которой они не могут постичь. И далее Лорка продолжал. «Огневая разгульная ночь романца о неверной жене служит контрастом к сумрачной ночи тростников и предгорий, ночи солидат Монтои, средоточия тоски, не знающей исцеления. Чёрной тоски, от которой есть только одно средство, нож глубоко вонзённый в грудь слева. Тоска солидат Монтои исконно андалузское чувство. Это не скорбь, в тоске можно и улыбаться. Нежгучая боль от тоски никогда не плачет. Это жажда неведомо чего. Мучительная страсть бесцели и твёрдое знание того, что смерть, мысль о которой не отпускает андалузца, сторожит у дверей. Романс о чёрной тоске. Петух Зарю высекает, звеня кресалом калёном, когда солидат Монтоя спускается вниз по склонам. Жёлтое медь её тела пахнет конём и туманом, груди черней наковарен, стонут напевом чеканным. Кого солидат зовёшь ты и что тебе ночью надо? Зову я, кого зовётся. Не ты мне вернёшь утрату, искала я то, что ищут себя и свою отраду. О, солидат, моя мука, ждёт море коней строптивых и кто у дела закусит, погибнет в его обрывах. Не вспоминай о море, словно могила пустая. Стынут масличные земли, чёрной тоской поростая. Последат, моя мука, что за тоска в этом пенье? Плачешь ты соком лимона, терким от губы терпенья. Что за тоска, как шальная? Бегу и бьюсь я о стены и плещут по полу в косы, смеясь от кухни к постели тоска. Смолы я чернее и чёрную тьмою одета. О, юбки мои кружевные, о, бёдра мои страстоцветы, омойся, росой зарянок, малиновую водою и, бедное своё сердце, смири, солидат Монтовья. Взлетают певчие реки на крыльях неба и веток. Рождённый день коронован медовым тыквенным цветом. Тоска цыганского сердца, усни, сиротство изведов, тоска заглохших истоков и позабытых рассветов. Лорка на своих выступлениях так объяснял природу испанского романса. Романс всегда оставался повествованием. Прелесть его составлял рассказ. Когда же брала верх лирика, сюжет исчезал, романс превращался в песню. Я хотел сплавить повествовательный романс с лирическим так, чтобы они не утратили своих достоинств. И, кажется, мне это удалось в некоторых стихотворениях романсера. Например, в сомнобулическом романсе или в романсе о чёрной тоске, где сюжет явственно ощутим, как и дыхание трагедии, но никто не знает, что же произошло. И даже я сам. Потому что поэтическая тайна остаётся тайной и для поэта, повествующего о ней. Он не может её разгадать. Сальпадор Дали, который был дружен с Лоркой, одним из первых заметил поразительный эффект, вызываемый романсами Лорки. «Кажется, что здесь есть сюжет, а ведь его нет». Лорка счёл это высказывание наилучшей похвалой. Соединение оповествовательного жанра с лирическим на фоне окружающей события тайны свойственно и для поэзии Давида Самурлова, великого поэта, но уже второй половины 20 века. А рассказ составляет основу большинства его стихотворений. И, может быть, поэтому многие его стихи какими-то тайными нитями перекликаются с поэтикой Лорки. Вот послушайте. Давид Самуэлов. В какие-то новые дали Меня от тебя позвали Какие-то новые вести И радости, и печали Пошёл я белой дорогой С лукавой судьбой тягаться Во свет весне босоногой Зашалью её цыганской Ты моей никогда не будешь Ты моей никогда не станешь Но и у меня не полюбишь И во сне меня не обманешь На юру загорятся листья За горой загорится горе Море по дороге промчатся рысью Чернопёрых всадников вдвое Коней их пробегут меж холмами По лесам в осеннем уборе И исчезнут они в тумане А за ними погаснет море Будут терпкие листья зыбки На дубах старинного бора И останутся лишь обрывки Их неясного разговора Ты моим никогда не будешь Ты моим никогда не станешь Наяву меня не погубишь И во сне меня не приманишь КОНЕЦ 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 Тема смерти Занимает, пожалуй, центральное место В поэзии лорки По его словам Все в Испании порастает смертью Таит ее привкус и воздух Дуэнда не появится, пока не почует смерть Пока не переступит ее порог Дуэнда бессменно правит Испанией Страной, где веками поют и пляшут Страной, распахнутой для смерти В других странах смерть – это все Она приходит, и занавес падает В Испании иначе Она приходит, и занавес поднимается Многие здесь замурованы В четырех стенах до самой смерти И лишь тогда их выносят на солнце В Испании, как нигде, до конца жив Только мертвый И вид его ранит, как лезвие бритвы Чутить со смертью И молча вглядываться в нее Для испанца обыденно В конечном счете Все насущное здесь оценивается Чеканным достоинством смерти На желтой башне колокол звенит На желтом ветре звон плывет в зенит Дорогой обрамленной плачем Шагает смерть в венке увядшем Она шагает с песней старой Она поет, поет, как белая гитара Над желтой башней тает звон Из пыли приз мастерит Серебряные кили Книга «Цыганская романсера» Начинается стихотворением Романс о Луне-Луне Вот как представляет этот романс сам Лорка Книгу открывает придуманный мной миф Луна не богиня, а смертное плесунье Место действия мифа о Луне Глубинная Ангалузия Край веры, поддаенной страсти И танца, исполненного напряженного трагизма С первых строк видно, что миф здесь сплетен с тем, что можно бы назвать реальностью Хотя это не совсем так Ведь реальность, соприкоснувшись с мифом Становится таинственнее самого мифа И ее уже нельзя разгадать Так нельзя разгадать душу Ангалузии Романс о Луне-Луне Луна в цыганскую кузню Луна в цыганскую кузню Вплыла Жасмином Баланов И плачет, плачет ребенок И глаз не сводит, отпрянув Луна закинула руки И дразнит вещи Ветер полночный Своей оловянной грудью Бесстыдный и непорочный Луна, луна моя, скройся Когда вернутся цыгане Возьмут они твое сердце И серебра нащеканят Не бойся, мальчик, не бойся Взгляни, хорош ли мой танец Когда вернутся цыгане Ты будешь спать И не встанешь Луна, луна моя, скройся Мне конь почудился дальний Не трогай, мальчик Не трогай Моей прохлады крахмальной Летит запоздалый всадник И бьет в барабан округи На голубой наковальне Сложены детские руки Прикрыв печальные веки Одни в ночной глухомане Из залив выходят Бронза и сон цыгане Где-то сова зарыдала Так безутешно и тонко За ручку в темное небо Луна уводит ребенка Вскрикнули в кузне цыгане Замерло эхо в горнили А ветры бели-бели А ветры след хоронили Как этот образ луны Смерти, пришедший за ребенком Перекликается с известными Строчками блока И голос был сладок И луч был тонок И только высоко У царских врат Причастный тайном Плакал ребенок О том, что никто не придет назад Коснувшись темы смерти Не могу не вспомнить Еще об одном гении Русской поэзии Сергея Есенина Они почти ровесники Есенин был на три года Старше Лорки А прожил на восемь лет меньше Народные корни Свойственные поэзии Лорки Ни в ком из русских поэтов Так ярко не проявляются Как у Есенина И для обоих поэтов Народность Это та среда В которой они выросли И смерть для Есенина Как и для Лорки Это некое живое существо Дыхание которого Они явственно чувствуют Вот стихотворение Которое у Лорка Привиделось Которое привиделось Есенину За полгода до смерти Написано в те же годы Когда и Лорка Сочинял свою романсера Вижу сон Дорога черная Белый конь, стопа упорная И на этом, на коне Едет милая ко мне Едет, едет милая Только нелюбимая Это береза русская Путь, дорога узкая Эту милую, как сон Лишь для той В кого влюблен Удержит и ветками Как руками меткими Светит месяц Синий сонь Хорошо копытит конь Свет такой таинственный Словно для единственной Той, в которой тот же свет И который в мире нет Хулиган я хулиган От стихов дурак и пьян Ну и все же за эту прыть Чтобы сердцем не остыть За березовую русь С нелюбимой помирюсь К теме смерти Примыкают еще два стихотворения Из цыганского романсера Которые образуют в книге Пожалуй, ее центральную фабулу Вот как Лорко представлял Главного героя Этих романцев Который, кстати, мог бы быть И героем романса О неверной жене Затем на сцене появляется Исконный ангалузский герой Антонита Эль Камборио Он единственный Кто зовет меня по имени Перед смертью Истинный цыган Неспособный на вероломство Сколько таких, как он Сегодня умирает с голоду Но не продают Свои тысячелетние голоса За деньги Которые ничего не стоят И сразу после этих двух романсов Прозвучит песня Еще одного гения русской поэзии Песня, которая абсолютно Естественно вытекает Из рассказанной лоркой истории Как схватили Антонита Эль Камборио На Сивильской дороге Антонио Торрес Редья Камборио сын горделивый В Сивилью смотреть корриду Шагает светкою ивы С муглея луны зеленой Шагает высок и тонок Блестят над глазами кольца Его кудрей вороненых Лимонов на полдороги Нарезал он в час привала И долго бросал их в воду Пока золотой не стало И где-то на полдороги Под тополем на излуки Ему впятером шандармы Назад заломили руки Медленно день уходит По ступью Матадора И плавным плащом заката Обводит моря и долы Тревожно чуют оливы Вечерний бег Козерога А ветер конный несется В туман свинцовых отрогов Открылся засов тюремный Едва только девять било А пятеро конвоиров Вином подкрепили силы Закрылся засов тюремный Едва только девять било А небо в ночи сверкало Как круп вороной кобылы Смерть Антонита Эль Камбори Замер, загвадал кривиром Смертью исторгнутый зов Взмыл окровавленный голос Вихри ее голосов Рвался он раненым вепрем Бился у ног на песке Взмыленным телом дельфина Взвился в последнем броске Вражеской кровью Омыл он свой кармозинный платок Но было ножей четыре И выставить он не мог И той порой, когда звезды Ночную воду сверлят Когда плащи горе цветов Во сне дурманят телят Древнего голоса смерти Замер последний раскат Антония Тороса Редия Прять вороненый виток Зеленолунная смуглость Голоса алый цветок Кто ж напоил твоей кровью Гвадалквилирский песок Четверо братьев Эредия Мне приходились сродни То, что другому прощалось Мне не простили они И туфли цветокоринки И то, что кольца носил А плоть мою на оливах С жасмином Бог замесил Ай, Антонита Камборье Лишь королеве подстать Вспомни, причистую деву Время пришло умирать Ай, Федерико Гарсия А повезти под рули Я, как подрезанный колос Больше не встану с земли Четыре багряных раны И профиль, как изо льда Живая медаль Которой уже не отлить никогда Под голову лед подушки Кладет ему Серафим И смуглых ангелов Руки зажгли лампаду Над ним И в час Когда четверо братьев Вернулись в город родной Смертное эхо Затихло К Бадалквивирской волной В тиши перевала Где скалы ветра Не помеха Помеха На кручах таких На какие никто не проник Жило-поживало Веселое горное Горное эхо Оно откликалось На крик Человеческий крик Когда одиночество Ком он подкатит Под горло Под горло И сдавленный стон Еле слышно В обрыв упадет Крик этот О помощи эхо Подхватит Подхватит Проворно Усилит И бережно В руки своих Донесет Должно быть Не люди Напившись Дурмана И зелья И зелья Чтоб не был Слышен никем Громкий топот И храп Пришли умертвить Обеззвучить Живое Живое Ущелье И эхо Связали И в рот Ему Всунули Кляп Всю ночь Продолжалась Кровавая Злая Потеха Потеха И эхо Топтали Но звука Никто не слыхал Утру Расстреляли Притившее Горное Горное Эхо И брызнули Слезы Как камни Из раненых Скал И брызнули Слезы Как камни Из раненых Скал И брызнули Камни Как слезы Из раненых Скал Последние два стихотворения Об Антоните Камборье Оказались Трагическим Пророчеством Лорки О своей судьбе А Высоцкий В своей песне Как будто бы Описал Это уже Свершившееся Преступление Назвав Лорку Горным Эхом Лорку И Высоцкого Роднит Их Личностная Уникальность Оба поэта Были настолько Яркими Личностями Что в любой Кампании Они совершенно Естественно Становились Ее центром Каждый Из них Завораживал Своим Чтением Пением Любую Аудиторию Вспоминает Друг Затем Везде он наделен магнетической силой. И от его звонкого смеха веселеют самые печальные лица. Но давайте перенесемся в Нью-Йорк. На одной развеселой вечеринке гости, уже прилично выпив, разбрелись по просторам апартаментов хозяина. И вдруг все, словно обезумев, устремляются к роялю. Что такое? Оказывается, Федерико играет и поет испанские песни. Люди не знают испанского языка, да и вообще не имеют ни малейшего представления об Испании. Но такая одухотворенность, такая выразительная сила, такая магия в его голосе, что им открывается свет, которого они никогда не видели. А их сердца томит тихая, неизъяснимая печаль. И, наверное, все эти слова можно было бы сказать и об Исоцком. Многие из нас помнят, какой болью отозвалась в нашей истории неожиданная смерть Высоцкого. Думаю, весть об убийстве Лорки была для Испании не меньшим потрясением, думаю, даже большим, потому что это было убийство. К боли от потери любимого поэта добавились еще ненависть и стыд. Это было преступление, сравнимое с убийством ребенка. Того самого ребенка, который способен крикнуть на площади, что король-то голый. Мама, хотел бы я стать серебром, холодно будет, сынок. Мама, а если я стану ручьем, холодно будет, сынок. Поэт никогда не занимался политикой, хотя всем были известны его левые взгляды. Он был принципиальным противником того, чтобы художник состоял в какой-нибудь партии. И он абсолютно не был храбрецом. Напротив, он был по-детски труслив. Сестра Сальвадора Дали, Анна Мария, с которой у Лорки сложились особенно близкие духовные отношения, оставила щемящие воспоминания. Характер у него был совершенно детский. Федерико были насущно необходимы любовь и ласка. Он хотел, чтобы о нем заботились, чтобы его баловали. И как ребенок на прогулке обязательно брал кого-нибудь из нас за руку, так, словно чужая рука могла защитить его от смерти, мысль о которой была неотступна. Когда мы выходили в море на лодке, при полном штиле Федерико боялся смотреть на воду. У него кружилась голова. Ему казалось, будто лодка вот-вот перевернется, и мы потонем. И он не приближался к воде, если нас не было рядом. Волна даже крохотная вызывала в нем священный ужас. Он боялся, что море поглотит его. Куда ты бежишь, вода, к бессонному морю? С улыбкой уносит меня река. Море, а ты куда? Я вверх по реке поднимаюсь, ищу тишины рыбника. Тополь, что будет с тобой? Не спрашивай лучше. Будут рожать я во мгле голубой. Чего у воды хочу я? Чего не хочу найти? Четыре на тополе птицы сидят, Не зная пути. Из наших дней убийство Лорки кажется случайной цепью, роковой случайной цепью событий, которые неминуемо приближали Лорку к гибели. Летом 1936 года он намеревался съездить в Мексику. Если бы поехал, остался жив. Но он принял решение сначала посетить родные края. Каждый год в конце июля он приезжал, чтобы отметить общие с его отцом именины. И он переживал, что если он не приедет, родители ужасно расстроятся. Нож! Ты в живое сердце входишь, как лемех в землю. Нет! Не вонзайте! Нет! Нож! Ты лучом кровавым над гробовым провалом. Нет! Не вонзайте! Нет! Лорка уезжает из Мадрида в Гранаду, хотя было очевидно, что там его ожидает опасность. Серьезная опасность. Гражданская война буквально висела в воздухе, а на юге Испании позиции правых были особенно сильны. Он уезжает в Гранаду 16 июля. За два дня до военного мятежа. Кажется, помедлил Лорка всего на два дня с отъездом. И все обошлось. Его друг, исследователь творчества Рафаэль Мартинис Надаль, проводил с Лоркой этот последний день его в Мадриде. В этот день они сидели в кафе, смотрели на расстилавшуюся перед ними панораму. И Лорка неожиданно сказал, «Рафаэль, эти поля будут устланы мертвецами». Я потом, неожиданно резко поднявшись, произнес, «Решено, еду в Гранаду и будь что будет». Ай! Крик оставляет в ветре теньки Бориса. Оставьте в поле меня среди мрака плакать. Все погибло, одно молчанье со мною. Оставьте в поле меня среди мрака плакать. Тьму горизонта обгладывают костры. Ведь я сказал вам, оставьте. Оставьте в поле меня среди мрака плакать. 18 июля. На юге Испании начался военный мятеж. А, нет. О, именно так. Этот путь к Гранаде проходил под девизом «Смерть интеллигентов». И вместо того, чтобы сразу же бежать в красную зону, Лорка до 5 августа, почти три недели, живет на вилле отца. Служанка в доме Лорки Ангелина Гонсалес вспоминала. Вообще-то, сеньорита Федерико был труслив, как заяц. Когда начинались бомбежки, и мы слышали, что приближаются аэропланы, мы залезали под рояль. А он, бедняга, надев домашний халат, тоже спускался и говорил. Ангелина, я боюсь, я спрячусь с вами, а то мне очень страшно. И прятался вместе с нами. К ним в усадьбу за это время дважды приходили неизвестные. Они угрожали, оскорбляли, даже били Лорку. Перерыли все его бумаги. Лорка обратился за помощью к своему другу, поэту Луису Росаресу. Тот был сыном предводителя фаланги. И они вместе обдумывали, что нужно предпринять. По словам Луиса, никогда и никто из нас не мог подумать, что его убьют. Не то мы бы предприняли что-нибудь. Переправить Лорку в красную зону, по словам Луиса, было совсем нетрудно. Но из всех обсуждавшихся вариантов выбрали наихудший. Спрятать Лорку в доме отца Луиса, предводителя фаланги. Спрятать кого-нибудь в гранаде, где все, все друг про друга знают, это верх легкомысля. 11 дней живет Лорка в доме предводителя фаланги, и все чего-то ждут. Хотя в городе уже вовсю шли бессудные расстрелы гранадской интеллигенции. Протяжное рыдание в гулкой пещере, свинцовое тонет багряном. Цыган вспоминает дороги качелей, зубцы крепостей задуманом. А звуки и веки, что вскрытые вены, черные, тонет в багряном. И в золоте слез расплываются стены, и золото тонет в багряном. 16 августа в дом Росалисов приходит наряд фалангистов и Лорку уводит. Еще два дня его намещает в тюрьме и приносит еду их служанка Анхелина. А 19 августа на рассвете, по приказу исполняющего обязанности губернатора гранады, жандармского подполковника Вальдеса Гусмана, Лорку, а вместе с ними еще трех приговоренных расстреляли и тайно захоронили в предместе гранады близ селения Виснер в Оливковой роще. Если умру я, не закрывайте балконы. Дети едят апельсины, я это вижу с балкона. Женицы жинают пшеницу, я это слышу с балкона. Если умру я, не закрывайте балконы. И как здесь просится добавить еще Цветаевские строки. Послушайте, еще меня любите за то, что я умру. Сколько роковых ошибок. Но за этой случайной цепью фатальных решений приоткрывается роковая трагическая закономерность. Поэзия не может жить без свободы. Она ее воздух. Но поэзия и свобода враги любой диктатуры. Поэтому поэты становятся первыми жертвами любого военного переворота, любой тоталитарной власти. Пробитое тело на землю сползло. Товарищ впервые оставил седло. Я видел, над трупом склонилась луна. И мертвые губы шепнули грена. Трагическая смерть роднит Лорку со всеми убиенными русскими поэтами. В Испании нет могилы великого поэта, драматурга, реформатора театра Гарси Лорки. В России нет могилы у Гумилева, Мандельштама, Цветаевой, Мейерхольда. И тополя уходят, Но след их озерный светил. И тополя уходят, Но нам оставляют ветер. И ветер умолкнет ночью, Обряженный черным крепом. Но ветер оставит эхо, Плывущее вниз по рекам. А мир светляков нахлынет, И прошлое в нем потонет. И крошечное сердечко Раскроется на ладони. 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 части, но она еще достаточно большая. Это будет рассказ о романсе об испанской жандальмерии. По форме это небольшая поэма из девяти маленьких главок. Когда ее читают без музыкального сопровождения, она длится минуты четыре. У нас она будет длиться пятнадцать минуты. Книга Лорко говорил, что романс об испанской жандальмерии занимает в книге центральное место. Книга была опубликована в двадцать восьмом году, за восемь лет до начала гражданской войны. И романс об испанской жандальмерии сразу же вызвал кучу возмущений во властных и близких к жандальмерии структурах. Романс вызвал много вопросов даже в Испании. А для русского читателя, незнакомого с обычаями истории Испании и конкретной исторической ситуации, разобраться в этом романсе, наполненном поэтическими метафорами, очень сложно. Поэтому я расскажу вам ту важную для его понимания информацию, которую сам я подчеркнул в интернете. Чтобы было понятно, о чем идет речь, вот краткое содержание романса. Ночью во мраке движется конная колонна жандармов. И той же ночью параллельно живет своей жизнью звонкий цыганский город Херес-де-Ба-Фронтера. В городе идет празднование Рождества. Жандармы въезжают в город и по непонятной причине устраивают там побоище, зверски убивая женщин и детей. Резня заканчивается ночью, город горит, жандармы уезжают. Вот фабула романса. У каждого, кто внимательно прочитает ее, возникнут сразу законные вопросы и недоумения. Вопрос первый. Что это конкретно историческое событие? Случалась ли подобная резня в каком-нибудь из городов Испании? Оказывается, нет. Да, мелкие стычки, даже кровавые между жандармами и цыганами случались, но до массовых убийств гражданской войны еще далеко. А если так, зачем же Лорка очерняет жандармерию, приписывая ей неслыханные злодеяния? И, кстати, что такое испанская жандармерия? В дословном переводе это гражданская гвардия. Гвардия Севиль. Это военизированные формирования, созданные для вооруженного патрулирования сельских регионов. Кстати, в Америке это национальная гвардия, у нас Росгвардия, а в России это называлось жандармерия. Жандармы в Испании это не городская полиция. Они живут в казармах и всегда выезжают на патрулирование парами. Как военизированные военные формирования, жандармы никогда не действуют по своей инициативе. Они всегда выполняют приказания вышестоящего начальства. В романсе 40 жандармов выехали в город и по непонятной причине устроили там ничем не мотивированное побоище. И тогда возникает следующий вопрос. А зачем они это сделали? И кто приказал им это, устроить эту резню? Ответа на этот вопрос в романсе нет. И еще один момент, который вызывает удивление, почему в городе во время побоища нет мужчин, есть только женщины и дети. И чтобы приблизиться к разгадке этих вопросов, надо обратить внимание, что действие в романсе разворачивается во время праздника Рождества. А Рождество в Испании празднуется две недели, начиная с дня рождения Христа 25 декабря и кончая праздником Богоявления 6 января. В это время 28 декабря в Испании отмечают День убиенных младенцев. А непосредственно перед праздником Богоявления на улицах проходят карнавальные путешествия, известные как Приезд Волхвов. В эти дни на площадях Испании строятся игрушечные вифлеи. Кукольный город со звездой, ангелом, младенцем Иисусом, с Девой Марией, Иосифом и тремя восточными царями, которых в Испании называют султанами. В романсе повествуется, как в цыганском городе рождественской ночью появляются Мария, Святой Иосиф и три восточных султана. И непонятно, то ли это явления сошедших с небес, и извояния, которые несут в руках участники карнавального шествия, то ли это куклы, кукольного театра, который разыгрывается на площади. А разыгрывается на площади представление о рождении Христа и о последовавшей за ней истории об избиении младенцев. А в этой истории, следуя Евангелию от Матфея, разворачивается следующая цепочка событий. Ангел возвещает о рождении Христа. На небе загорается чудесная звезда. Восточные цари или волхвы видят звезду и идут в направлении, которое указывает им звезда. По дороге в Вифлеем они проходят через Иерусалим. И от них о рождении нового царя иудейского узнает царь Ирод. Волхвы приходят в Вифлеем, дарят Христу золото, ладан и миру, и ангел уводит их другим путем. Святое семейство, предупрежденное ангелом, бежит в Египет. А Ирод, царь Ирод, не дождавшись волхвов, от которого он хотел узнать, где находится опасный для него младенец, посылает в город войско, Вифлеем войско, чтобы вырезать всех младенцев. И вот в свете этой евангельской истории обнаруживается поэтический ключ к событиям, которые происходят в романсе и на которые нет ответа. История об избиении младенцев, которая разыгрывается в кукольном театре на площади, по законам магического соответствия переносится в настоящий город. Кукольный Вифлеем становится цыганским городом. И в этот цыганский город сначала в карнавальном шествии входят волхвы, а потом въезжает войско царя Ирода. И вот тут, внимание, поэт одел войско Ирода в плащи и каски жандаров. Вот уроческое озарение лорки. В солдатах гражданской гвардии он увидел войско царя Ирода. Ну а дальше все логично. Если жандармы это войско царя Ирода, значит приказ об избиении младенцев уже отдан, и жандармы едут, чтобы его исполнить. Избиение младенцев, которое разыгрывается в рождественских представлениях в романсе, оборачивается уже настоящей резней, но в придуманном лоркой цыганском городе. И в этом придуманном городе повторяется все то, что происходило в библейском вифлееме. В городе в момент бойни нет мужчин. Есть только женщины и маленькие дети. Мужчин здесь нет, потому что их не было в евангельской истории. Вот какое толкование метафором романса об испанской жандармерии я обнаружил в статье нашего филолога Андрея Щетникова. И это толкование мне кажется очень убедительным. Этот романс занимает особое место в поэтическом мире лорки. В стихах и трагедиях поэта смерть, хотя и остается трагедией, но не несет в себе печать безысходности. Это в конечном счете выбор его героев, их последняя остающаяся им свобода, их вызов миру. А в романсе об испанской жандармерии всадники смерти это тупая беспощадная сила, уничтожающая все живое и в первую очередь самых беззащитных. После убийства лорки романс об испанской жандармерии стал восприниматься современниками как пророчество гениального поэта о грядущих ужасах войны и о преступлениях любой власти против своих же сограждан. А вот не заставившие себя ждать примеры уже сбывшегося пророчества. В селении Виснер, где убили лорку, за первые два года фашистской диктатуры было расстреляно более двух тысяч человек. При населении Гранады в 118 тысяч, это 2% ее жителей. Это был аналог нашего Бутовского полигона под Москвой, который заработал всего лишь через год после фашистского переворота в Испании. И за год там было расстреляно свыше 20 тысяч наших сограждан. Какие страшные параллели в истории наших стран. Ну а теперь вы готовы к тому, чтобы прослушать романс об испанской жандармерии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 О, звонкий цыганский город! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Иосиф с Девой Марией К цыганам спешат в печали Они свои кастаньеты На полпути потеряли Мария в бусах миндальных Как дочь Алькальта нарядно Плывет воскресное платье Блестя фольгой шоколадной Иосиф машет рукою Откинув плащ злототканный А следом винный барон И три восточных султана На кровле грезящий месяц Дремодным аистом замер Взлетели огни и флаги Над сонными флюгерами В глубинах зеркал старинных Рыдают плесуньи тени В хересе де ла фронтера Полуночь, роса и пенье О, звонкий цыганский город Ты флагами весь украшен Гаси зеленые окна Все ближе черные стражи Забыть ли тебя мой город В тоске о морской прохладе Ты спишь, разметав по камню Не знавший гребня Пряди Музыка Они въезжают попарно А город поет и пляшет Бессмертников Мертвый шорох Врывается в патронташе Они въезжают попарно Спеша, как черные вести И связками шпор звенящих Мерещатся им созвездия А город чуждый тревогам Тасует двери предместий Верхами сорок жандармов Въезжают в говор и песни Часы застыли на башне Под зорким оком жандармским Столетний коньяк в бутылках Прикинулся льдом январским Застикнутый криком флюгер Забился, слетая с петель Зарубленный свистом Сабель упал под копыта Ветер Снуют старухи-цыганки В ущельях мрака и света Мелькают сонные пряди Мерцают медью монеты А крылья плащей зловещих Вдогонку летят сенями И ножницы черных вихрей Смыкаются за конями Мелькают сонные пряди 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 Когда же пластами башни Легла черепица кровель, Заря склонясь осенила Холодный каменный профиль. Заря склонясь осенила Холодный камень. Город, прочь жандармерия скачет Черным туннелем молчанья, А ты пожаром охвачен. Забыть ли тебя мой город В глазах у меня отныне Пусть ищут твой дальний отцвет Игру луны и пустыни. Город, прочь жандармерия скачет Черным туннелем молчанья и пустыни. Город, прочь жандармерия скачет Черным туннелем молчанья. Город, из altitudeавное молчанья Субтитрова. Город, прочь жандармерия скачет Черным туннелем молчанья Лорко сказал однажды, Самая печальная радость — быть поэтом. Все остальное не в счет, даже смерть. Когда умру, схороните меня с гитарой в речном песке. Когда умру в апельсиновой роще старой в любом цветке. Когда умру, буду флюгером я на крыше, на ветру. Тише, когда умру. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ Браво! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Браво! Продолжение следует...